Агитация по вопросам референдума должна проходить строго по правилам ЦИК. Агитаторам разрешается проводить собрания, встречи, публичные дебаты, дискуссии, демонстрации и уличные шествия. Не допускаются темы, которые могут спровоцировать межрегиональную и межнациональную вражду. Не допускается агитация, возбуждающая социальную, религиозную, расовую, национальную ненависть и вражду, недопустимые призывы к захвату власти, насильственному изменению конституционного строя и нарушению целостности государства, а также пропаганда войны, использование фото и видеоматериалов с использованием изображения государственных и политических деятелей других государств. Государственные телерадиокомпании в предвыборный период обязаны обеспечить время как группам за, так и группам против. Тем самым создать равные условия для проведения агитации, по вопросу, вынесенному на референдум. Сегодня в ЦИКе прошла жеребьевка. По каким дням будут выступать те или иные группы? «Все обращения будут выходить в эфир по записи. Если одной группе будет выделено 15 минут, то вместе с записью мы будем выделять 30 минут времени. Если будет выделено 10 минут эфирного времени, то вместе с записью мы выделим 20 минут. Хочу попросить тех, кто будет выходить в эфир, приходить максимально подготовленными. Если будете читать суфлёра, нужно принести электронный текст. Так для всех условия будут равными». Так как на этих выборах отменена форма 2, у граждан осталось всего два дня, чтобы изменить свою регистрацию по месту фактического жительства. Для этого избиратели должны обратиться в ЦОН, где по специальному чипу на ID-карте специалисты внесут соответствующие изменения. «С отменой формы номер 2 гражданина относят к тому или иному избирательному участку на основе регистрационного учёта. До 29 декабря избиратели вправе подать заявление об уточнении данных списка избирателей, если адрес регистрации места жительства, указанный в паспорте, не совпадает с адресом регистрации места жительства. Контрольный список избирателей на досрочные выборы президента будет размещен на портале ТИЗМЕ». Чтобы граждане успели уточнить себя в списке и изменить место регистрации, ЦОН и отделы паспортизации работают без выходных. В дополнительное рабочее время будут предоставляться четыре вида услуг. Выдача готовых паспортов, актуализация базы данных адресов и внесение изменений в чип идентификационной карты, обмен ID-карты образца 2004 года, на идентификационную карту образца 2017 года. Регистрация лиц без определенного места жительства по ходатайству органов местного самоуправления. На сегодня по республике подготовлено 2476 избирательных участков, на которых зарегистрировано 3 млн 556 864 избирателя. Данное число может измениться в течение двух дней. Также ГРС просит граждан с паспортами 2004 и 2017 годов обратиться в ЦОН и уточнить соответствие в сведениях. Отметим, что кроме портала ТИЗМИ граждане могут уточнить себя в списке избирателей, позвонив по номеру 119. Все центры обслуживания населения работают ежедневно с 9 до 20.00 до 31 декабря включительно.